Привет! Привет! Расскажи немножко о своем лете, как оно прошло? Ну, лето у меня сейчас проходит не только для себя, скажем так. Я постоянно езжу в разные города, тренирую ребят. Мне это нравится, катаюсь там сам. Много новых мест увидел и в этом году тоже. Побывал в Архангельске, это самый северный парк, где я был. Наверное, севернее только в Магадане. Ребята оттуда, кстати, тоже писали, возможно, я туда тоже когда-нибудь доеду. Прикольно, круто. И вот что могу сказать об этом лете, что когда я побывал в Архангельске, это была середина лета, ребята в плюс 3, в плюс 5 катаются. Адски холодно. Я стоял во всем теплом, все, что я взял, и еще сверху в дополнительной куртке. И мне все равно было холодно в шапке, в теплых кроссовках. А ребята катались, у них глаза горят. И когда я приехал домой в Днепропетровск, в котором там плюс 30, и ребята как бы не хотят, ну что-то сегодня прохладненько, что-то сегодня гидрик надо надевать не катают. Я прям переоценил, что такое на самом деле желание кататься. Короче, и после этого я дома не надевал гидрик аж до конца сентября. Ты один из самых востребованных тренировок, я бы сказала, СНГ бывшего. Скажи, как у тебя это получилось? Сложно сказать, не знаю. Как-то, ну не знаю, я бы не был прям такой цели, с таким стать. Вот просто как-то ездил в разные города, раньше соревновался, знакомился с людьми, наверное, там как-то, даже не знаю, сложно сказать. Ну, наверное, больше всего все же, наверное, дал мне известность YouTube-канал, где я с 2017 года, по-моему, с марта месяца, начал выкладывать обучающие видосы, и, видимо, это добавило к ней известность. Ты трюкоголик, поэтому какие трюки, расскажи нам, ты поставил за это время? Ой, на самом деле, лето прошло почти без новых трюков, всего лишь бэкмоп на кольце, по-моему. Ну, и, может, еще что-то там, джибовые какие-то трюки, как бы, из того, что я ставил, скажем так, в 2014-м, 2015-м, 2016-м году, уже нет такого прям потока трюков. Не то, что трюки закончились, трюков еще много, которых я не умею. Но, как-то, получается так, что в этом году было много тренировок, то есть я много ездил летом, много ездил, тренировал ребят, и готовился в то же время и к соревнованиям. Там был месяц такой, когда я прям, ну, как в старые добрые времена готовился к соревнованиям. Ну, и не зря, как оказалось, получилось выиграть в двух чемпионатах. Поэтому я этому очень рад, что не зря этот месяц потратил не накатывание там новых трюков там или куда-то поездкам, а именно подготовки к соревнованиям. Вспомнил, как это вообще готовится, как себя настраивать. Ну, в общем, как-то так. Я знаю, потому что ты неоднократно об этом говорил, что ты самый большой кайф ловишь от того, когда у твоих учеников что-то получается. Есть чем похвастаться за этот сезон? Ну, на самом деле, уже нет такого, как было раньше. То есть вот у меня раньше вызывало, в каждой рейли вызывало буря эмоций. А сейчас это не то, что я этому меньше радуюсь. Я просто, когда сейчас рассказываю человеку, как там, чего делать, я просто вижу, что это вот сейчас будет, окей, будет. Я там радуюсь, говорю, молодец, красавчик, или вот так нужно, там, умница, супер. Ну, какое-то такое подбадривание, ну, чисто в моем стиле, мне кажется, мало кто так делает. Не знаю, почему. Это идет, ну, просто, ну, мне кажется, что все же подбадривать нужно в процессе обучения. Даже если это какие-то мелочи, которые вижу только я в прогрессе. То есть чаще всего ученику даже и непонятно, что он там что-то сделал лучше. А я вижу, что это уже лучший, который, что это шаг, который, ну, намного ближе подбегает к какому-то трюку непосредственно, вот, над которым мы работаем. Вот, и забыл вопрос. Вопрос был о достижениях твоих учеников. В чем тебя порадует? Да, и вот такие трюки, как рейли, там, бэк-роллы, флипы, рейли-блайнды, бэк-мобы, это уже как конвейер. То есть это, ну, как бы те трюки, которые довольно серьезные, сильные, которые делают и на соревнованиях ребята. Чаще всего бывает вот в новом городе с ребятами, которых я впервые вижу, они эти трюки ставят там за день, бывает. Ну, то есть если у них физическая форма, подготовка уже позволяет какие-то, есть предыдущие, да, там, ступени развития. Часто очень быстро ставить эти трюки. Ну, на самом деле, да, вот есть один момент, вот я вспомнил, такой, что меня прям, ну, поразил. Получается, это было в Пскове, система тренировок там была такая, ребята катались по полчаса. То есть там чаще всего я приезжаю и в формате проходит либо в течение часа два человека с перерывами, там, по 10 или 15 минут, там, три или два захода. Либо же три человека на два часа, ну, тоже с перерывами катаются. А в Пскове была система один человек полчаса. Вот он за полчаса там катается, там, отдыхает в процессе. Вот, и, получается, за эти полчаса там было довольно холодно кататься, нужно было в гидрокостюме. Получается, новичок, который делал только, ну, катался по прямой, делал оле-олле, там, 180, сказал, что вот хочу там вот начать летать. И он за эти полчаса научился рейли и бэкрол на полной тяге влево и рейли и бэкрол на полной тяге вправо. То есть он научился четыре трюка, которые некоторые могут вот весь сезон там летний, например, накатывать. Но, когда я спросил, чем он занимался до этого, оказалось, что он занимался боксом и бодибилдингом. То есть у него очень много силы, во-первых, и очень много бесстрашия. В боксе там, ну, как бы, получение ударов от соперника больнее, чем падение обвода. Вот, и поэтому вот для себя сделал вывод, что для того, чтобы прогрессировать быстро, нужна крепкая физическая форма и бесстрашие. Вот тогда прогресс идет очень быстро. Ну, и, конечно, правильный подход, но чтобы все же человек не получал там каждый раз жесткие-жесткие удары, а все же хорошо, если оператор или инструктор или тренер вовремя останавливает в той ситуации, когда видит, что вот уже идет какие-то действия непосредственно к падению. У тебя есть какая-то разработанная своя система, потому что я смотрю, что ты никогда не орешь. То есть ты никогда не давишь на человека, не говоришь, что он должен. У тебя нет такой методики. Как ты с ними вообще работаешь? Ну, вот эта методика, вот такая методика иногда нужна все же в тренировке с детьми. Вот, например, у Коли Волгина больше такая методика, и она работает. И она работает. То есть я вижу, как он может, ну, скажем так, правильно подавить какой-то юношеский максимализм ребенка и направить его в правильное русло. Поэтому это даже хорошо. Но получается так, что я тренирую все же чаще не детей. Детей я тоже тренирую. Ну, и как бы и в силу привычки, наверное, я их все же так же подбадриваю. Ну, вот, скажем, взрослым, там, уже, ну, скажем, подростки, такие, что уже вот, ну, там, за 16 лет, плюс-минус 16 лет, и старшие, и взрослые люди, им все же нужно подбадривание. Ну, то, что я вижу. И поэтому просто две методики. У Коли она больше такая советская, прям олимпийская, и это круто. Она работает. То есть я вижу прогресс ребят, я вижу, как ребята, какие сильные программы ставят, какие результаты добиваются на соревнованиях. И, ну, и знаю, что и моя методика работает, что вот многие люди, которые, скажем, если на них давить, вот то, что я вижу, они бы просто, возможно, бы вообще перестали заниматься этим. Ну, и просто там, типа, ну, оставили этот вид спорта, и, ну, может быть, катались, не знаю, на серфе за катером, например. Ты никогда не хвастаешь, но у тебя же есть очень крутые ученики, которые бегут к тебе. Я знаю, что очень много ребят спрашивают у тебя совета перед какими-то тренировками. И меня удивляет, что ты шеришь. То есть для тебя это не заработок сумасшедший, там, побольше загрязи денег. Ты очень часто делишься опытом. Ну, мне нравится, мне нравится, когда я вижу, что моя методика работает даже вот у другого тренера. Я, ну, как бы, когда-то мне еще вот, ну, вот только-только я, наверное, первые видосы свои добавлял, и некоторые, в том числе и тренера, инструктора, говорили мне, зачем ты это делаешь? Ну, типа, ты же без работы останешься. Ну, мне как-то, не знаю, мне это было странно. Мне всегда, еще до того, как я начал заниматься тренерской деятельностью в вейкборде профессионально, я часто на споте просто, ну, потренировался, сам оставался, и так вот с ребятом там смотрел, помогал, подсказывал, ну, просто за спасибо, или даже без спасибо, просто мне интересно было там что-то кому-то подсказать. Ну, если это работало, мне это приносило удовольствие. Вот, и, ну, просто мне это приносит удовольствие. Мне нравится, вот, вижу, что вот сейчас уже по моей системе, ну, вот, Эд Садовников похожий, вот, мою систему взял, мне это приятно, Ярослав Иванов, он в Харькове тренирует, он, все же, по своей системе, он короткий фал не так любит, но, как я вот подвязать там и обезопасить там учеников, но вот подбадривание, вот какое-то, вот, у него больше не моя прям система обучения, у него больше моя система подбадривания, скажем, такая правильная, у Стаса Ажиганова подобная тоже, то есть, вот, я вижу, как вот ребята берут, заимствуют мою систему, в том числе инструктора, изговоря тренера, и мне это, наоборот, по кайфу. И мне, меня когда-то в Днепропетровске там, ну, из моих учеников, даже двое из моих учеников по отдельности в разное время назвали, о, так ты круто, ты уже стал тренером тренеров, и это мне прям приятно, быть тренером тренеров. Да, тебе пора стол уже открывать тренерскую, хотела, кстати, предложить, давай поговорим об этом. Сейчас лично в характере вопрос, ты в последнее время очень изменил свою физическую форму, я это вижу как человек, который общается с тобой не первый год. Почему? И я знаю еще один такой секрет, наверное, что ты вообще не пьешь алкоголь. Ну да. Что тебя к этому привело? Ты вообще никогда этого не пробовал? Ну, меня просто не привело, что я начал пить. Да. Ну, то есть, как бы, это... Естественно, состояние человека не пить, мне кажется. Слушай, ну, когда тебя встречают там в той или иной стране, в том или ином городе, я всегда предлагаю, что пойдем выпьем, там, порожнемся, ну, у тебя совершенно другой лайфстайл. Ну, получается так, что все же... Не, ну, много среди вейкбордистов, много, на самом деле, как бы это ни казалось, такой максимально тусовочный вид спорта, много довольно людей, которые не пьют. И которые уже взрослые люди, скажем, за 30, за 40, которые уже не пьют. Вот. И поэтому, ну, как бы это воспринимается абсолютно нормально. То есть, ненормально, мне кажется, это относительно ненормально. То есть, люди задавали вопрос, почему, что больной, это где-то, когда мне было, там, 20 с небольшим. Сейчас, как бы, уже даже такого вопроса не пьешь, почему? Уже даже такого вопроса нет. Просто не пьешь, о, круто. Ну, вот, чаще всего так. Расскажи, почему ты стал вести еще одну страницу? И почему ты изменил свою фидику? Ну, да, по поводу спортзала, мне, я раньше его недооценивал, я раньше говорил вообще, зачем там тратить время, это скучно, непонятно, и зачем вообще это нужно. Но, ну, меня к этому привели две травмы. Ну, точнее, одна. Слежит, травма плеча осенью у меня была здесь в парке. Я упал на фигур, на плечо неудачно. Причем упал, падение было вроде безопасное, но повредил связку правого плеча, передней гельбии. И здесь сходил по страховке в больницу, мне сказали, типа, все хорошо, ну, как бы там все пройдет, ничего тебе не нужно делать. Там врач меня осмотрел, типа, все нормально, МРТ не делал, но осмотрел, там сделали рентген, посмотрел, потрогал, пошевелил моей рукой. Она действительно немножко отошла, прошла, но кататься было некомфортно. То есть, даже, наверное, два месяца где-то прошло здесь, я был, вернулся домой, катался в бассейне, и все же в бассейне у меня продолжало болеть плечо. То есть, там какие-то блайндовые трюки на правую руку было очень больно делать. Вот, я сходил к травматологу дома, он мне говорит, ну, уже там поздно что-то там тебе шить, там что-то делать. То есть, ну, просто пойди в зал, упражнения на плечи всякие, разные упражнения на плечи поделай. Позакачивай, поукрепляй мышцы, и, соответственно, и связки будут становиться толще и сильнее, соответственно. Ну, и уйдет эта боль. Я спросил у своего друга, там у меня из Днепропетровский, Фил зовут его, он занимается в спортзале. Я спросил, какой у нас в Днепропетровске там самый классный тренер, там, типа, ну, хочу, чтобы он там со мной поработал, там. Показал мне упражнения на плечи. Это как раз было, наверное, за дней 10 до выезда в Таи весной. Да, это было где-то 1 февраля, где-то плюс-минус этого года. Вот, я сходил там три раза в зал, там, с перерывом, может, день-два. И вот каждое посещение в зал, мне там показывал Анатолий Кудлай, его звать, он там какой-то очень серьезный бодибилдер в Украине, показал вот комплекс упражнений различных. То есть, в основном это как бы с целью восстановления плеча и укрепления околоплечевых мышц. Мне каждый, все три раза мне понравилось ощущение от зала вообще прям, ну, раньше я такого даже и не думал, что может вот такой вот выплеск гормонов в кровь, что вот прям после зала мне, после зала каждый раз мне хотелось ехать в бассейн и кататься прям еще с большей яростью, не знаю. Хотя вот чувствовалось, что какие-то потери сил идет, но будто их становилось больше. Чуть перекусил, отдохнул пару часиков и хочется еще больше. Вот, приехал в Тай и начал ходить вот здесь недалеко, то есть тренироваться здесь, кататься, тренировать ребят. И ходить недалеко здесь в зал еще по той причине, что как раз за день до вылета сюда в Тай я повредил сильно голеностопку. Пробовал в бассейне КГБ-5 и пришел неудачно и повредил левый голеностоп. Соответственно, у меня, ну, почти в основном, ну, как бы, ну, уже почти здоровое плечо, но больная нога. Соответственно, кататься я мог, ну, вот просто по кругу трамвайчиком. Купил наушники, слушал музыку здесь, катаясь по кругу просто, ну, чтобы хоть мозоли там оставались, руки, спина там в тонусе. Ну, как бы, даже спрыгивать с небольшого слайдера была адская боль в голеностопе. Вот, ну, и поэтому я, как бы, пошел в зал, начал там какие-то упражнения делать. И сейчас я чувствую, что полностью восстановилось плечо, полностью восстановился голеностоп. И силы стало больше. Катание на воде вообще не вызывает усталости. Ну, то есть, бывает, как... Я устаю на воде, но больше морально сейчас. То есть, я, как бы, физически уже усталости практически не чувствую. То есть, какая-то моральная усталость. Иногда там вестибулярный аппарат уже от этих кручений там устает. А, как бы, физически вообще на воде уже не устаю. Спасибо тебе большое за твой опыт, за то, что с нами поделился. Ребят, если вы инжиры или если у вас где-то есть боль, пожалуйста, пишите Вове. И если вы хотите тренировки, еще раз напоминаем, до какого числа ты здесь? До 20-го числа буду здесь в парке. 20-го декабря, пятница, завершающий день тренировки, да, в этом году. А потом начнется тренировка с 10-го февраля, с понедельника. В Пукет-Вейк-Парк. Да, здесь, конечно. Супер! И до мая я здесь буду в следующем году. Ребят, ждем вас у Вовы в Пукет-Вейк-Парке. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...